С вами канал OpenTeacher. Сегодня мы рассмотрим один интерактивный сервис, интерактивный сервис по созданию презентации и с помощью него вы можете проводить различные опросы, гвизы и так далее. Давайте посмотрим, что они нам представляют на своем сайте. Как вы видите, здесь у нас участники на каком-то семинаре и они могут заходить на данную презентацию со своих телефонов, либо же других устройств и отвечать на заранее подготовленные вопросы спикера. Да, то есть очень удобная вещь, допустим, когда вы проводите уроки, да, либо же семинары и чтобы была такая быстрая обратная связь, либо же чтобы проделать формирующее оценивание. То есть вот такой вот потрясающий сервис Mentimeter. Окей, давайте войдем в свой аккаунт. Как всегда, здесь мы используем свой аккаунт Google. Как создать Google аккаунт, у нас здесь будет в подсказочках. Окей, нажимаем Login with Google. Итак, заходим в аккаунт и здесь у нас получается наш рабочий экран. Что нам здесь нужно? Самое главное это презентации по созданию, да, то есть New Presentation, новая презентация и New Folder. То есть папочки нужны для того, чтобы сгруппировать те презентации, да, которые вы создавали, да, чтобы было легче проводить навигацию. Окей, давайте посмотрим, как создавать презентации. Нажимаем на New Presentation и вводим название. Допустим, скажем, Open Teacher 1. Нажимаем на Create Presentation и все. Здесь у нас появляется наш рабочий экран. Да, слева, как, ну, как в PowerPoint, слева у нас есть слайда, да, а справа уже выбираете, какой тип слайда вы хотите использовать. Ну, к примеру, давайте первый, пускай у нас будет типа заголовка, да, допустим, Heading, здесь скажем название темы, да, там, оцените, к примеру. И здесь у нас есть различные реакции, допустим, сердечко, чтобы лайкнули, вопрос, что-то непонятно, ну, лайк, дизлайк и какая-то катейка получается. Окей, к этому еще вернемся. Идем дальше. Слева нажимаем на Add Slide, да, и вот здесь давайте уже посмотрим на типы вопросов, которые есть. Есть Multiple Choice, но данный Multiple Choice, это, получается, идет как опрос, да, это не является правильным или неправильным ответом, то здесь респонденты отвечают на какой-либо ответ, да, то есть давайте введем название Question, Опрос и Ответы. Ответ 1, Ответ 2 и Ответ 3. С кнопочкой Add можете добавить еще один ответ, да, то есть так добавляйте свои ответы, да, сколько хотите. Теперь снизу, что нам дается, да, получается представление результатов, то есть это может быть Status Bar, это может быть круговая диаграмма, либо же PyChart. Да, ну давайте выберем PyChart и новые они добавили, получается, какие-то точки, тоже интересный вид подачи информации. Ну мы остановимся на PyChart, и также есть экстра дополнительные настройки, то есть можно будет показать правильные ответы. Ну здесь получается уже, это будет не опросом, а как тест, да, можно поставить процентах и так далее. Ну или же добавить возможность того, чтобы ваши участники, да, могли добавить не только один ответ, а получается ответить несколько раз. Например, ему нравится и первый, и четвертый для опроса. Окей, опрос создали, идем дальше, добавляем еще один слайд, и здесь, к примеру, следующий тип это Image Choice, то есть выбор изображения, то есть аналогично предыдущему Multiple Choice, только здесь мы добавляем еще картиночки, да, то есть у нас картинки более воспринимаются, чем обыкновенный текст. Дальше, интересная функция WordCloud, здесь получается, респонденты могут написать три слова, то есть здесь пишется Interest Perwater, это получается максимальное количество слов, которые может ввести участник, да, ну допустим, давайте, как было изначально, пускай будет три, здесь, допустим, напишем облако слов, или же можно написать, типа, видите три ассоциации, да, какого-нибудь слова и так далее, можно добавить картинку, тоже очень интересно, и в качестве дополнительных настроек, да, тоже можно будет сделать так, чтобы ваш респондент отвечал несколько раз. Окей, идем дальше, и давайте еще один вопрос добавим, дальше Scales, это получается оценивание, да, допустим, с нижней оценки, допустим, оцените с единицы до десятки, да, то есть обыкновенный опрос. Дальше OpenEnded, здесь получается уже ваши респонденты будут отвечать вопрос сами, допустим, как вы думаете и так далее. И дальше респонденты уже пишут свои ответы, и эти ответы будут высвечиваться на главном экране. Добавляем еще один слайд, и как видите, здесь они нам говорят то, что нужно сделать upgrade, то есть, что это значит. Мы используем бесплатную версию нашего аккаунта, да, поэтому здесь количество вопросов и гвизов ограничено, да, то есть мы уже использовали сколько? Четыре, да, ну три, три вопроса и один слайд, и здесь нам всего лишь можно добавить еще один такой бесплатный, да, вопрос, это question and answer, ну давайте добавим его, то есть спросите меня чего-нибудь, да, окей, добавляем еще слайд, то есть как можно будет еще увеличить на один, это добавить другого пользователя, да, то есть отправляете по e-mail ссылочку, и вам добавляется еще одна дополнительная, дополнительный слайд для вопроса, ну, соответственно, я уже добавил, у меня уже было максимальное количество. Ну и дальше давайте тогда уже вместо, как вы думаете, удалим его, да, и добавим какой-нибудь слайд, вот, например, grid. Вот это, кстати, на наших обзорах, да, там у нас был go-форматив, go-congар, spiral, что еще было, kahut, да, то есть вот такого данного типа вопроса я не встречал, то есть он очень такой интересный, здесь как бы имеется в виду по y и x оси оценивание, не помню, как это называется, какая-то матрица, окей, ну, допустим, скажем, есть у нас продукт 1 и есть продукт 2, и здесь снизу, да, нам нужно выбрать его характеристики, к примеру, по y у нас пускай будет цена, да, а вот по горизонтали пускай у нас стоит качество, и здесь мы оцениваем, да, то есть с 0 до 10, окей, все добавили, можно добавить еще несколько продуктов, да, к примеру, либо же вот 4 характеристики, да, но нам 2 характеристики будут достаточно, окей, дальше добавляем еще один слайд, здесь уже есть еще quiz questions, то есть это уже тест, да, есть какой-то вопрос, и здесь уже у вас будет правильный ответ, допустим, ответ 1, ответ 2, и давайте впишем правильный ответ, и пускай он будет у нас правильным, да, галочку поставим, можно добавить еще один, допустим, неправильный, да, и так далее, задаем время, например, 20 секунд, да, то есть можно увеличить до 30, до полминуты, и, соответственно, здесь нам спрашивается, то быстрее, то ты получает больше очков, да, то есть там сейчас мы увидим, как это все работает, ну, к примеру, ну, ладно, хорошо, пускай. Все, здесь мы закончили с презентации, теперь давайте ее презентировать, нажимаем на кнопочку, он переходит в полноэкранный режим, и получается видно всем нашим респондентам, давайте откроем дополнительное окно, и посмотрим, да, то есть нужно перейти на сайт menti.com, дальше нужно будет уже ввести код, который нам предлагают, то есть 83, 57, 79, нажимаем на submit, окей, все, вот идет наш первый слайд, как вы помните, здесь мы выбирали различные реакции, допустим, я кликаю вот так, и сразу показывается, да, кто как ответил, какое количество респондентов, идем далее, здесь у нас идет опрос, опрос как, просто чтобы посмотреть, да, кто на что ответит, то есть без какого-либо правильного ответа. Идем дальше, у нас ушло облако слов, то есть как он здесь работает, к примеру, вы вводите одно слово, если это слово встречается у низкорреспондентов, то оно, соответственно, выходит таким крупным шрифтом, вот, к примеру, мы здесь написали опрос два раза, да, к примеру, и сейчас, когда будет оно появляться, видите, опрос у нас выходит большим шрифтом, а задание, соответственно, все, там был один вопрос, ой, сори, один ответ, и он идет таким меньшим ходом, окей, идем дальше, вот, еще один вопрос, который был очень интересным, здесь у нас получается по продуктам, да, к примеру, качество игру 8, цена соответствующая, к примеру, да, вот так, допустим, скажем, семерочка, так, семерка, дальше, качество, да, к примеру, здесь давайте поставим немножко поменьше, нажимаем отправить, и здесь вот у нас сразу показывается, да, продукт первый немножко идет больше, второй чуть поменьше, это какая-то там матрица, да, дальше идет, спросите меня чего-нибудь, да, здесь уже респондент может задать вопросы, да, сам, к примеру, что такое Кахут, да, и отправляю, и здесь эти вопросы уже видны, да, вот, допустим, что такое Кахут, и так далее, и, к примеру, я там отвечаю на него, я, допустим, все, как бы лайк, на него отвечено, да, и я нажимаю Mark is Answer, то есть, все, я на него ответил, он здесь больше не будет показываться, то есть, нет уже актуальных каких-либо вопросов, идем дальше, дальше у нас идет, дальше у нас идет, как вы помните, мы делали вопрос, то есть, тест, да, и здесь, чтобы посмотреть то, как ответил, нам обязательно нужно ввести свое имя, вводим имя, так, и здесь у нас, а, здесь вот появляется моя иконочка, да, нажимаем на Start Question, все, ждем, да, то есть, здесь у нас идет вопрос, будет усечиваться, да, то есть, его прочитать и потом ответить, да, ну, к примеру, давайте нажмем на правильный ответ, чтобы посмотреть, как они будут нас оценивать, окей, пишется то, что все ответили, да, и показывается, кто на что ответил и какой правильный ответ, да, но я ответил на правильный, у меня выскакивает, и дальше, следующий слайд, это у нас получается лидерборд, то есть, топ участников, которые правильно ответили, да, но так как я здесь был всего один участник, здесь показывается, да, я один, у меня 920 баллов, то есть, я быстро ответил, да, еще, помните, мы отвечали за быстроту ответа, то есть, и также предоставляется возможность заширить данные свои результаты, например, Facebook, либо Twitter, нажимаем Skip Sharing, и все, весь, вся наша презентация закончилась, да, можно дальше выйти и присоединиться к какой-либо другой презентации, да, либо же посмотреть, кто как отвечал, но здесь нужно будет ввести свой email, на этом у нас все, всем до свидания.